Олеги, надеюсь, слышно меня хорошо. Видно, тоже надеюсь, все хорошо. Спасибо большое за реакцию, огонечки вижу. Тема нашего сегодняшнего вебинара – это организация инклюзивного образования. Мы сегодня поговорим о таком специалисте, как тьютор, и его деятельность в образовательной организации. Татьяна Викторовна вам уже сказала, что есть возможность скачать презентацию. Как это сделать, она повторит еще разочек в конце нашего вебинара. И для тех, кто пришел к нам сегодня на вебинар, кто с нами, такие небольшие поощрения. Там есть еще во вкладке файлы, помимо презентации, как всегда от меня небольшой бонус. Это буклет, кто такой ассистент-помощник и кто такой тьютор. То есть для родителей вы можете таким образом разъяснять, кто же такой тьютор, кто такой ассистент-помощник. Об этом мы тоже, если у нас останется время, поговорим. Если нет, в буклете все понятно и ясно написано. По поводу содержания нашего сегодняшнего вебинара мы немножко поговорим об инклюзивном образовании. И потом мы перейдем непосредственно к самому индивидуальному сопровождению и к самому специалисту-тьютору. Что же он делает, что он должен делать, как он должен это делать и его основные направления деятельности. Если говорить об инклюзивном образовании, сейчас наша политика направлена на то, чтобы все дети имели равный доступ к образованию. И инклюзивное образование становится очень актуальным. И, к сожалению, сейчас многие специалисты, многие и педагоги, и воспитатели, они не готовы принять детей с особыми образовательными потребностями, детей с ОВЗ. И правильно проводить инклюзивное образование. Инклюзивное образование, как мы все сами знаем, это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Несмотря на то, что именно понятие как инклюзивное образование, оно появилось недавно, но прочно вошло в нашу жизнь. Оно реализуется на всех уровнях образовательного процесса. То есть, ребенок с особыми образовательными потребностями может быть, по желанию родителей, включен в образовательную среду от дошкольного образования до высшего профессионального обучения. То есть, все ступени образования у нас должны быть готовы принять ребенка с особыми образовательными потребностями. Или же детей с ограниченными возможностями здоровья. Если говорить о том, что же за категория дети с ограниченными возможностями здоровья, это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне организации специальных условий обучения и воспитания. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход. Но индивидуальный подход мы должны реализовывать со всеми детьми. Но здесь с учетом специфики нарушений и особенностей здоровья каждого ребенка. Но в условиях инклюзивного образования мы должны помнить, что дети с ограниченными возможностями здоровья и дети с нормативным развитием, они должны находиться в равных условиях. Должны получать равное воспитание и обучение. Но все же специфика работы с определенным нарушением у ребенка с ограниченными возможностями здоровья, она прежде всего должна быть. Как же она проявляется? Она проявляется в применении специальных приемов и методов, которые соответствуют возможностям и способностям ребенка. Если говорить о включении детей с особыми образовательными потребностями или с ограниченными возможностями здоровья, мы с вами знаем, что существует определенная норма, что на 12 детей в классе, в группе у нас есть возможность включить одного ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Либо же, если это группа в детском саду, то здесь малокомплектная группа должна быть. Если мы говорим о детях с ограниченными возможностями здоровья, мы предполагаем, что процесс их воспитания и обучения будет носить коррекционную направленность. Если мы с вами говорим о коррекционной работе, это деятельность, направленная на исправление определенных особенностей психического или познавательного, не соответствующего возрастным нормам и которая осуществляется с помощью использования специальных приемов обучения и специально организованной деятельности. Если говорить о содержании нашей коррекционной работы, это фактический материал, который должны усвоить дети, на базе которого они могут адекватно ориентироваться в окружающей действительности и успешно войти в образовательный процесс. То есть это тот материал, который поможет ребенку в первую очередь не усвоить какие-то знания, а успешно и адекватно войти в окружающую действительность, то есть адаптироваться и социализироваться. Содержанием, если говорить о содержании, как я уже сказала, это успешная социализация, успешная адаптация. Целью инклюзивного образования является успешное включение в образовательную среду. Здесь основной задачей дошкольного обучения, прошу прощения, основной задачей инклюзивного обучения у нас здесь является адаптация к новым условиям, адаптация к образовательной среде. И если говорить об образовательном процессе, это процесс обучения в условиях уже учреждения. Очень часто и ранее у нас в нашей стране не применялось инклюзивное образование. Дети с ограниченными возможностями здоровья не имели возможности учиться в общеобразовательной организации. Либо это было домашнее обучение индивидуальное, либо семейное обучение. Но не было у них возможности включиться в образовательный процесс в образовательном учреждении. Сейчас стали исправлять эту ситуацию и одним из наиболее важных условий перехода к конклюзивной форме образования является система сопровождения и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. И именно тьютор, именно профессия тьютора предметает здесь особое значение. Мы все с вами понимаем, что здесь у нас идёт тот момент, что с ребёнком должен находиться специалист, который будет его сопровождать, который будет его поддерживать. Если говорить о том, кто же такой тьютор и что он делает, чем он занимается, наверное, многие из вас слышали о этой профессии. Наверное, у кого-то в школах есть, пожалуйста, коллеги, поделитесь, хотелось бы услышать, работаете ли вы, если у вас в школах тьюторы. Исходя из нашего города, у нас есть школы из 42 школ, порядка 8-9 школ имеют штат тьюторов. Да, вот Инна пишет, есть один, да, есть, ну, радует тот момент, что сейчас идёт всё-таки уклон, вот Наталья говорит, нет, но будем надеяться, что всё-таки будет дальше всё радужнее и веселей, и у нас будут всё-таки тьюторы. Да, я вот вижу, частично где-то один, где-то несколько. У нас есть несколько школ, где есть прям штат, что, ну, тоже как бы радует. Если говорить о специальности тьютор, да, это специалист, который организует условия для успешного включения ребёнка с ОВЗ или ребёнка-идвалидов в образовательную и социальную среду образовательного учреждения. На практике тьютор и сопровождающий – это разные люди. Мы сегодня будем разбирать, да, что же делает тьютор. Это не просто педагог-ассистент, да, это не просто сопровождающий, это не, ну, тьютор может быть и родителем, да, но это не просто там человек, который привёл ребёнка, который помог, который помог просто там раздеться, что-то подать, дойти, нет. Тьютор называют специалиста с педагогическим образованием. Это может быть логопед, дефектолог, педагог-психолог, психолог. Педагоги без специального образования, студенты профильных вузов учились, а также родители. Чаще мамы и бабушки ребёнка с особенностями развития являются сопровождающими. Они выполняют только техническую помощь. Это не тьюторы. Они могут, как я уже сказала, одеть, раздеть ребёнка, покормить, там, какие-то моменты самообслуживания, культурно-гигиенические навыки и так далее. Это не тьютор. Если говорить о том, кто же такой тьютор, да, деятельность тьютора, это успешное включение ребёнка с ОВЗ в деятельность общеобразовательного учреждения. Если говорить о том, что какие же цели у нас подразумевают, да, цели и задачи тьютора. В первую очередь это социализация. Здесь включение ребёнка в среду сверстников, в жизнь класса, школы, формирование положительных межличностных отношений в коллективе, помощь в усвоении соответствующих общеобразовательных программ, преодоление затруднений в обучении. А если мы говорим о том, что у ребёнка возникает затруднение в обучении, так вот вижу комментарий Светланы, немножечко отвлекусь, у нас в центре детского творчества тьютора нет, но родители инвалидов нанимали отдельного человека на свои средства, сидел с нами на занятия. Но опять же здесь такое двоякое, либо это тьютор, либо это педагог-адсистент. Тут тоже нужно, ну, немножечко смотреть. Но давайте перейдём к нашей второй задаче. Это помощь в усвоении соответствующих общеобразовательных программ, преодоление затруднений в обучении. Если ребёнок с ограниченными возможностями здоровья начинает испытывать затруднения в обучении, то необходимо адаптировать программы и учебные материалы на те зоны, на зону ближайшего развития ребёнка, на его ресурсы и учитывать, опять же, индивидуальные физические и психические особенности. То есть, если команда специалистов, которая работает с ребёнком с особыми образовательными потребностями, понимают, что он не осваивает программу, то, естественно, эту программу нужно адаптировать под его зону ближайшего развития. Третья задача – это организация при необходимости сопровождения другими специалистами. То есть, как я уже сказала, с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья работает не один тьютер, не один педагог начальных классов. С ним должна работать команда специалистов, то есть другие специалисты. И именно тьютер является проводником, является связующей цепочкой и обеспечивает преемственность и последовательность разных специалистов в работе с ребёнком. В настоящий момент складывается ситуация то, что большинство специалистов, как я уже сказала, не готовы, они не обладают достаточными знаниями о детях с ограниченными возможностями здоровья. Да, сейчас мы все с вами знаем, что у нас специалисты должны пройти подготовку. Все специалисты, неважно, работаете вы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, нет. Если вы работаете в общеобразовательном учреждении, у вас должен быть курс повышения квалификации. По-моему, если мне не изменяет память, минимум 72 часа о том, что вы прошли курсы подготовки о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Неважно, работаете вы или нет, это должно быть у всех. И сейчас, к сожалению, большая часть педагогов не готова принимать в свои классы, они имеют малое количество знаний, да, именно детей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты, имеющие на данный момент подготовку, не учитывают особенности коррекционно-педагогической работы, опять же, в условиях инклюзивного образования. Да, с одной стороны, как педагог, я понимаю, когда у вас 30 детей в классе или 30 детей в группе, очень сложно включать туда детей с особыми образовательными потребностями или детей с ограниченными возможностями здоровья. Но для этого и есть у нас наши педагоги-ассистенты, да, и есть наши тьютеры, в первую очередь тьютеры, которые помогают нашему ребенку включиться в общеобразовательную среду. Тьютер может стать связующим звеном, обеспечивающим координацию педагогов, специальных педагогов-психологов и других специалистов, которые необходимы ребенку. А также тьютер осуществляет взаимодействие не только с педагогами, он осуществляет взаимодействие с родителями и включает родителей в процесс обучения. Здесь он дает возможность, прошу прощения, обучаться ребенку в комфортных условиях. А что же делает наш тьютер при работе с родителями? Необходимо отметить, что родителей очень сложно включать в общеобразовательный процесс, да, для этого необходимо разрабатывать определенные дополнительные программы. Но мы все с вами понимаем, что активность родителей, в первую очередь, понимание ими сути целей занятий является необходимым условием именно эффективности образовательного процесса и эффективности процесса социализации. Какие же основные направления работы с родителями? В первую очередь, это у нас установление контакта с родителями вновь прибывших детей. Мы им объясняем задачи и составляем план совместной работы. То есть к нам попадает ребенок с особыми образовательными потребностями. В первую очередь мы устанавливаем контакт и составляем план работы, совместной работы. Здесь мы должны донести до родителей тот факт, что именно родители являются таким вектором направления обучения и образования ребенка, да, и его успешной социализации и адаптации. После чего мы должны обратить внимание на отношение к своему ребенку, то есть формирование у родителей адекватного отношения к своему ребенку, установки на сотрудничество и умение принять ответственность в процессе анализа проблем ребенка, реализации стратегии помощи. Также оказание родителям эмоциональной поддержки. Это тоже необходимо, потому что эмоциональная стабильность родителей – это опять же залог успешного включения и успешной адаптации и социализации ребенка. Следующее – это содействие родителям в получении информации об особенностях развития ребенка, прогноза развития. Что касаемо получения информации о развитии ребенка, да, это могут быть опять же наш раздаточный материал, это могут быть определенные просто личные встречи, это могут быть какие-то массовые круглые столы, семинары, обмен опытом и так далее. Группы поддержки, если есть возможность такие организовать, то они будут большим плюсом для детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть в таких группах родитель понимает, что он не один, и это первое, а второе – это происходит у нас обмен опытом, что тоже немаловажно. Следующее – формирование интереса к получению теоретических и практических умений в процессе обучения и социализации ребенка и проведения совместного анализа и промежуточных результатов разработка дальнейших этапов работы. Процесс реализации психологической поддержки родителей является длинным и требует, опять же, комплексного подхода. Сюда мы можем подключить, и мы должны подключать психолога, педагога-дефектолога, если есть в общеобразовательном учреждении или же в других организациях, откуда мы можем их подключить. Это врач, да, социальный работник. От того, как успешно и насколько успешно мы вовлечем родителей в процесс воспитания и обучения, выигрывают дети, родители и педагоги. То есть идет так называемая взаимоподдержка друг друга. Также работа с педагогическим коллективом, родителями и другими детьми с целью создания, опять же, единой комфортной образовательной среды. Оценка результатов деятельности и отслеживание, опять же, положительной динамики или корректировка нашей программы. Если говорить о том, как же должна проходить наша поддержка, наше сопровождение, при всем включении, да, при этом вся деятельность по сопровождению особого ребенка не должна нарушать образовательного и коммуникативного пространство той группы детей, в которой находится ребенок с особенностями в развитии. То есть мы должны говорить о том, что когда мы включаем ребенка в образовательную среду, да, мы не должны нарушать права других детей. И необходимо помнить, что когда у нас участвует тьютер в нашей социализации, в нашей адаптации, да, в нашем включении, то непосредственно участие тьютера в жизни ребенка с развитием его самостоятельности постепенно должно снижаться. И тьютер должен своей деятельностью уступать место общения со сверстниками и взаимодействию с педагогами. То есть тьютер, он на первом этапе включения ребенка в образовательную организацию, он уделяет очень много времени, да, после чего он свою деятельность уменьшает, уменьшает, уменьшает. Здесь тьютер и педагог, тьютер и воспитатель, они должны стать одной командой. Здесь необходимо помнить, что педагог, что воспитатель должен играть все равно ведущую роль. То есть не тьютер у нас играет ведущую роль в сознании ученика, а именно педагог, именно воспитатель, непосредственно тот человек, которому мы потом передадим, да, на полное воспитание, так сказать, нашего ребенка. Тьютер должен быть, ну, такой небольшой тенью, которая помогает нашему ребенку. Какие же этапы индивидуального сопровождения у нас существуют? Что же делает наш тьютер, когда принимает ребенка, да, вот, когда к нему попадает ребенок? Первое – это сбор информации о ребенке, анализ полученной информации. То есть сначала на предварительном этапе у нас тьютер должен познакомиться с результатами диагностики ребенка, которые привели специалисты. Он должен познакомиться с медицинской картой ребенка, с утвержденным образовательным маршрутом, встречается со специалистами и представителями, если есть такая возможность, с ПМПК для получения рекомендаций, либо хотя бы просто знакомиться с заключением ПМПК. Но, исходя вот из собственного опыта, лучше, наверное, все-таки, ну, по возможности встретиться со специалистом и получить более развернутый, более, как бы, полный анализ, потому что в заключении иногда написано все очень коротко. Получив общее сведение, он знакомится с самим ребенком, с его семьей, узнает об особенностях их и интересах, сильных и слабых сторонах своего подопечного и происходит в этот момент постепенное установление контакта. На этом этапе части необходимо заранее познакомить ребенка с помещениями, где он будет заниматься, с его рабочим местом и с местами общего пользования. Когда у нас в городе создавался один из классов, да, здесь адаптация, дети были сложные очень, и адаптация проходила очень долго, и даже первый месяц дети приходили и просто только знакомились с помещениями и со своими рабочими местами, местами общего пользования. Месяц проходил именно только в знакомстве, не давая никакой информации детям. Здесь, это такой тоже очень важный момент, пока ребенок это не примет, то ему уже, мы все с вами понимаем, да, будет сложно получать какую-то другую информацию, да. Следующий момент, следующий пункт, это совместно с другими специалистами выработка рекомендаций. Установление контакта с ребенком, родителями, и у нас здесь начинается наш адаптационный этап. На этом этапе идет повседневная, последовательная работа тьютера и ребенка с ограниченными возможностями здоровья по вхождению в образовательный процесс и социальную жизнь. Образовательное наше учреждение. Здесь у нас идет постепенное включение ребенка в различные учебные и внеучебные ситуации. То есть не так, что мы пришли и полностью у нас наш ребенок там целый день включен в образовательную деятельность. Нет, у нас мы включаем его постепенно и под адаптацией мы понимаем приспособление к нуждам ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Здесь ребенок должен познакомиться с помещениями нашей образовательной организации, с режимом дня. И здесь у нас педагог, прошу прощения, тьютер, знакомится с образовательными программами и различными методическими пособиями. Если говорить о процессе адаптации, будь то это детский сад, будь то это образовательная школа, будь то это другая школа, в которую перевели ребенка, будь то это другой класс, в который перевели ребенка, сроки адаптации, они все индивидуальны. Мы все с вами это понимаем и зависят от особенностей развития ребенка, в первую очередь, от сложности нарушения и многих других причин. Они могут варьироваться от нескольких месяцев, да, и если это дети с аутизмом, если это дети с задержкой психического развития, особенно если органического происхождения, дети с синдромом Дауна, у них период адаптации может составлять от года до полутора лет. Период адаптации значительно сокращается у детей, которые посещали детские сады, дошкольные образовательные учреждения с раннего возраста. Если говорить об этапе адаптации, то на этапе адаптации тьютер ставит основные приоритетные задачи. Создание комфортной обстановки и специальных условий для обучения и воспитания ребенка с ограниченной возможностью на здоровье. Также одной из задач тьютера в момент адаптации ставится это развитие навыков самообслуживания, адекватное восприятие детского коллектива, да, мы все с вами понимаем, что особенный ребенок будет вызывать интерес, в первую очередь, да, от сверстников, и это может быть как позитивный, так и негативный интерес. Здесь мы должны сглавить эти моменты и дать посыл, чтобы ребенка с ограниченной возможностью на здоровье адекватно воспринимали в детском коллективе. А также задача тьютера на момент адаптации – это развитие умения взаимодействия с детьми и взрослыми. На начальном этапе это следующее умение – что-то попросить, попроситься в туалет, если это детский сад, то спокойно засыпать, да, не мешать другим детям, не мешать окружающим. Необходимо поставить такие задачи, которые учитывают потенциальные возможности нашего ребенка и определяют позитивные и негативные факторы влияния на его адаптацию. А здесь важно не забывать, что помощь должна быть разумно дозированной и носить направляющий характер, то есть побуждать ребенка к самостоятельности. Как я уже сказала, тьютер – это должен быть такая тень, да, которая помогает ребенку, а не делает что-то за него. Здесь, ну, можно сказать, что взаимодействие тьютера и ребенка – это поступательное движение от симбиоза с тьютером, да, к максимальной самостоятельности ребенка в его жизни. И здесь мы должны помнить о том, что ребенок должен постепенно уходить к самостоятельности и постепенно включаться в общеобразовательный процесс. Следующий момент, о котором мы с вами поговорим – это особые потребности, которые свойственны всем детям с ограниченными возможностями здоровья. Первое – это специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения. Здесь необходимо узнать, прочитать, да, про особенности данного нарушения, выделить и выявить, какие высшие психические функции западают, да, при этом нарушении, на какие положительные моменты мы можем опираться, то есть найти нашу зону ближайшего развития и выяснить то, что ребенок может усвоить достаточно хорошо. Следующий момент – это ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, которые не присутствуют в основной общеобразовательной программе. Для этого создаются специалистами определенная адаптированная образовательная программа. Она может быть совместной и она должна быть совместной. Здесь практическая логопедическая диагностика, да, вводится адаптация и упрощение материала под возможности и способности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Также мы, как всем детям с особыми образовательными потребностями, мы используем специальные методы приема и средства обучения. Также мы должны обеспечить особую пространственную, то есть комфортное обучение и временную организацию образовательной среды. Здесь у детей с ограниченными возможностями здоровья может быть свой регламент занятий. Занятия проводятся в то время, когда ребенок еще не устал, то есть это у нас чаще всего утреннее время, для того, чтобы обеспечить комфортное обучение. Также мы должны максимально раздвинуть образовательное и воспитательное пространство за пределы учреждения. А что это значит? Мы должны проводить в первую очередь, как я уже говорила, большую работу с родителями, вести общую линию этих двух процессов. То есть мы должны объяснять родителям, что мы социализируем и адаптируем ребенка не только в образовательном учреждении, но и сами родители должны прикладывать к этому большие усилия. Также мы должны говорить родителям о том, что дома необходимо закреплять навыки, необходимо закреплять материал, осуществлять тренировку определенных навыков. Все это мы с вами должны донести до наших родителей. Какие же методы, да, и что же у нас наши педагоги должны делать? Побуждать ребенка к речевой деятельности, осуществлять контроль за речевой деятельностью детей. То есть мы должны задавать вопросы, допустим, что ты делаешь потом, что нужно сделать. То есть ребенок должен стимулировать свою речевую деятельность. Также устанавливать взаимосвязь между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием. То есть все предметы, которые мы с вами используем, мы должны проговаривать и освещать для ребенка. Следующий момент, мы должны использовать более медленный темп обучения, если это необходимо, и многократное возвращение к изученному материалу. Также использовать упражнения, направленные на развитие познавательных процессов и предотвращать наступление и утомление ребенка. Здесь в первую очередь мы применяем, если это маленький ребенок, если это ребенок-дошкольник, если это младший школьник, то мы применяем игровую деятельность и применяем игровые ситуации. Обучение через игру – это такой большой плюс, и это более привычная и желательная форма деятельности для ребенка. И мы должны с вами использовать именно эту деятельность. Какие же методы мы с вами можем использовать? Как же тьютер должен прививать? Как же он должен показывать ребенку, как успешно выполнять свою деятельность? Первое – это метод стимулирования общения и взаимодействия с другими детьми. Это в первую очередь игра. Здесь мы можем применять игру в том русле, что, допустим, помощь детей, в одевании, раздевании, помыть руки, привести ребенка с коридора или спальни. Если ребенок там ушел, то уходит, если он устал, то мы предлагаем кому-то из его священников проводить его до кровати. Допустим, например, когда мальчики играют в футбол или в какую-то игру, мы говорим о том, что там, если у нас ребенок с ОВЗ, допустим, его зовут Рома, то мы говорим, что, ребят, дайте пас Роме, киньте мячик Роме, да, и так далее. Это один из тоже таких методов, которые может применять наш тьютор. Следующий – это метод расслабления. Это применение эфскульт-минуток, пальчиковых игр, методов релаксации, массажа. Это все будет полезно не только детям с ограниченными возможностями здоровья, но и детям с нормативным развитием, потому что они позволяют снять мышечные спазмы, зажимы, какие-либо артикуляционные упражнения снимают зажимы с лица и так далее. Также мы с вами можем применять так называемые дидактические игры, это на развитие познавательной деятельности. Сначала ребенок с ограниченными возможностями здоровья может просто подавать карточки, затем уже сам включается в деятельность, если это настольные игры, пазлы, конструирование и так далее. В процессе любого вида деятельности тьютор должен постоянно применять одни и те же виды, одни и те же приемы обучения. Он начинает с наиболее тесного контакта и постоянного контроля, но со временем, как я уже говорила, тьютор должен отдалиться от нашего ребенка. Здесь приемы обучения могут характеризоваться предметным содержанием и познавательной деятельностью. Для активизации деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья можно использовать следующие активные приемы обучения. Что же такое приемы обучения? Это организованная деятельность. Что же мы можем применить? Использование сигнальных карточек при выполнении заданий с каким-то определенным символом. Допустим, идем сейчас у нас нашла. Допустим, идем в туалет, картинка с туалетом, моем руки, картинка с умывальником. Можно использовать карточки для того, чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья понимал, когда начинается занятие и когда его окончание занятия. либо же когда мы переходим от одной деятельности на другую или там из-за столов на коврике, если это у нас группа детского сада или с одного кабинета в другой. Следующий прием это рука в руке очень эффективен в работе по развитию мелкой моторики. И здесь мы как бы берем руку ребенка и уже непосредственно ей управляем. Следующий момент это использование картинного материала для смены вида деятельности, как я уже сказала. Там был у нас кабинет, здесь вида деятельности. Также речевые интонационные приемы. Здесь выделение речью важной информации. Где-то более строгим голосом, что касается правил или там какие-либо вопросы. Активные приемы рефлексии. Здесь у нас самоанализ деятельности ребенка. Ему очень сложно провести, поэтому это делает воспитатель или это делает педагог. То есть, допустим, у Ромы сегодня хорошо получилось то, 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 то. И здесь мы можем использовать похвалу, здесь мы можем использовать поощрение и жетончики. Также мы с вами можем использовать приемы релаксации. пальчиковая гимнастика, массаж, как я уже говорила, привлечение других детей. Здесь это все мы с вами можем применять в нашей деятельности. Если говорить о цели работы тьютера, то это персональное сопровождение ученика в образовательном пространстве для становления у него устойчивых мотивов обучения, реализации личностных потребностей и интересов, самоопределения осознанного и ответственного выбора жизненного пути. то есть, как я уже сказала, на первом этапе у нас с вами есть тесная связь, тесное взаимодействие нашего ребенка и тьютера. После чего тьютер у нас начинает отходить, так сказать, на задний план, он отдаляется от ребенка и начинает постепенно уходить. Мы должны прийти к тому, чтобы тьютер полностью ушел от своей деятельности и полностью ребенок ушел от сопровождения тьютера. Если говорить о тьютерском сопровождении, это образовательная технология, в рамках которой основной формой соеводействия является индивидуальное и групповое консультирование учащихся и родителей, законных представителей. То есть, у нас тьютер здесь не только ведет ребенка, но он, как я уже сказала, организовывает комплексное сопровождение нашего ребенка. Какую же документацию, что же должен вести наш тьютер, да? В первую очередь, это план работы на год. То есть, когда к нам поступает ребенок, мы должны составить план работы на год. Я не говорю о том, что это такой четкий, недвижимый план, но примерный план работы на год, который мы будем корректировать в дальнейшем, мы составляем еще на первом этапе, когда к нам попадает наш ребенок. Следующее это программа сопровождения, индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный учебный план. То есть, здесь, что касаемо программы сопровождения, индивидуальная образовательная траектория, это, как я уже сказала, подключение других специалистов, работа с родителями, другие моменты социализации, которые мы можем включить, это в неклассные мероприятия и так далее. Что касаемо индивидуального учебного плана, здесь именно сама образовательная составляющая, то есть, сама образовательная программа, которую осваивает наш ребенок. Следующий график работы с тьютерской группой, с обучающимися. Если здесь у нас есть несколько тьютеров, то мы их всех подключаем и работаем в общем. Следующий момент, это дневник наблюдений. здесь у нас тьютер отмечает те моменты, те, может быть, плюсы-минусы, то, что получилось, какие изменения в поведении ребенка, в навыках ребенка и так далее. Следующий момент, мы, как я уже сказала, делаем программу сопровождения, и мы должны ее анализировать и смотреть, корректировать в дальнейшем. Как я уже сказала, следующая документация, это анализ реализации программы сопровождения индивидуальной образовательной траектории и индивидуального учебного плана. Для чего это мы с вами делаем? Для того, чтобы скорректировать и наша адаптация, социализация, освоение индивидуального учебного плана было наиболее успешным. Следующий момент, какую документацию у нас должен вести тьютер, это материалы мониторинга образовательных эффектов и результатов индивидуализации образования на уровне тьютерантов и их семей. То есть здесь мы отмечаем именно образовательные эффекты и результаты нашего подопечного. И журнал учета посещаемости и успеваемости тьютерантов, если их несколько, или же нашего подопечного. Это то, что касаемо нашей документации, которую должен вести тьютер. Следующий момент, то, что я хотела дать именно по теории по сегодняшней, чем занимается тьютер, что он должен делать, чем он отличается, от педагога-ассистента. Чем он отличается от педагога-ассистента, здесь можно будет еще, вы сможете посмотреть, вот такой буклет я подготовила для вас. Это информация для родителей, называется буклет «Ассистент-помощник или тьютер». здесь конкретно расписаны функции тьютера, давайте еще раз у нас есть немного времени, мы посмотрим. Это персональное педагогическое сопровождение в образовательном пространстве, организация процесса индивидуальной работы с обучающимися, построение и реализация персональной образовательной стратегии, реализация адаптированной образовательной программы или специальной индивидуальной программы развития, учет личного потенциала ученика с УВЗ образовательной и социальной инфраструктуры и задач основной деятельности. Это то, что касается функций тьютера. Если мы говорим просто о сопровождающем, об ассистенте-помощнике, это оказание обучающихся необходимой технической помощи, среди которых оказание помощи, это использование технических средств реабилитации, одевание раздевания, ведение записей, приведение в порядок рабочего места, подготовка необходимых принадлежностей, при использовании столовой посуды, допустим, пользование приборами, соблюдение личной гигиены во время принятия пищи, и оказание первой помощи при угрожающих жизнесостояниях. Это именно отличие. Сопровождающие у нас выполняют просто технические функции. но это то, что касаемо буклета, да, вот таким вот образом он выглядит, я надеюсь, он будет вам интересен и полезен. По информации у меня все, сейчас я смотрю здесь во вкладочке вопросы, мы, я смотрю, так, вопрос от Елены, в классе 21 учащихся, 9 из них ОВЗ, возможно ли создание коррекционного класса, каким образом решить этот вопрос со стороны отдела образования. Смотрите, ну, во-первых, как я уже сказала, да, на 12 детей у нас по Санпину один ребенок с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья, это по включению. Здесь уже большой перебор. Касаемо коррекционного класса, да, это естественно делается на уровне отдела образования, на уровне вышестоящих станций, это должен в первую очередь решать директор. Директор дает такой запрос и тогда организовывают коррекционный класс. Опять же, если это коррекционный класс одного из направлений, да, мы понимаем, что это либо слабослышащие дети, да, он будет малокомплектный. Так, опять же вопрос от другой Елены. Если ребенок с ОВЗ будет вместе садаптироваться, то класс уйдет вперед. Как же нагонять информацию, если он ее не осваивает наравне с другими? Просто приходит и сидит, наверное, не все уроки. Смотрите, Елена, здесь у нас в первую очередь, как я уже сказала, главное не усвоение программы, это тоже важно, но в первую очередь мы должны успешно социализировать и адаптировать нашего ребенка. Да, он приходит, какое-то время сидит, не все уроки, как-то частично включается в процесс. Именно это должен корректировать тьютер, именно это он должен видеть и вовремя, допустим, вот мы увидели, что ребенок утомился, именно тьютер, не педагог, должен вовремя увести ребенка, дать возможность ему отдохнуть, переключить его внимание так, чтобы это не помешало образовательному процессу всего класса, но и при этом не ущемлять права нашего подопечного. Вот таким вот образом. Я надеюсь, я вот ответила на ваши вопросы, если есть еще, я готова ответить. Надеюсь, информация была интересна и полезна, пока еще вот есть время вам еще раз Татьяна Викторовна скажет, как скачать презентацию и буклетик. Надеюсь, у вас будет такая возможность. Оксана, я сейчас, да, вторую картинку сделаю, чтобы вы ее тоже увидели, но вы можете скачать буклет, он есть в обкладочке файла, и сейчас Татьяна Викторовна скажет вам, как это сделать. Но вот вижу, Татьяна Викторовна подключилась, на сегодня у меня все. Надеюсь, что моя информация была важной, интересной и полезной. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok